Необычная выставка и открываться должна необычно. Минимум официальных слов, максимум движения. На новой экспозиции представлены работы преподавателей и учащихся, учреждений дополнительного образования, Видновского художественно-технического лицея, победителей и участников конкурсов Центральной детской библиотеки, творческих коллективов Ленинского муниципального района. Сегодняшняя выставка, в принципе, она тоже стала уже традиционной, проходит уже не один год в стенах нашего замечательного историко-культурного центра. Но она по-особому теплая, по-особому душевная, по-особому значимая. Уже третий год в стенах историко-культурного центра открывается выставка, где работы начинающих авторов, многим из которых не больше шести лет, соседствуют с полотнами признанных мастеров, призеров международных и всероссийских конкурсов. Пусть вас не вводят в заблуждение название выставки «Мозаика». Нет, мозаичные работы здесь тоже есть, но на самом деле здесь собраны творческие работы самых разнообразных направлений. Фотографии, рисунки, мягкая игрушка и скульптура и множество других интереснейших экспонатов. Батик, тесто пластика, изделия и панно из бисера, витражи, выжигание, резьба и роспись по дереву. Разнообразие материалов и приемов при создании этих работ действительно впечатляет. Встречаются и довольно редкие техники. Сзади меня я хотела бы вам показать еще удивительные вещи, которые, как правило, мы уже после этого пиршества и не замечаем. Покажу для вас специально, мне разрешили. Вот эти две маленькие, очень милые, очень добрые бабочки. Эти бабочки, они сделаны из пластилина, пластилинографика. У нас слов таких раньше не было. Инсталляция «Назад в прошлое на сто лет» создана преподавателем и учениками коллектива декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» из совхоза имени Ленина. Она посвящена столетию образования поселения и юбилею Октябрьской революции. Сначала разрабатывается эскиз костюма. То есть берется по фотографиям, по историческим фотографиям, зарисовкам, эскизам. А потом мы разработали костюмы и сшили. Вот мы находим подобные ткани, которые соответствуют нашей эпохе. Всего на выставке представлено 125 художественных работ и рисунков, 20 фотографий и более 250 образцов декоративно-прикладного искусства. Большинство из них не школьные задания, а творческий и душевный полет. Очень многие работы эти сделаны учениками на внеурочной деятельности. Порой на это уходит очень много времени. Но когда они увлечены, им не жалко потратить это время, они усталость чувствуют уже потом. А так они работают с удовольствием. Не с такими ребятами. С удовольствием работается. Многие работы начинающих авторов по-настоящему трогают и удивляют. Ведь детство пора, когда можно творить и фантазировать, не оглядываясь на авторитеты. Мне захотелось нарисовать животное необычное. Я нарисовала лису, которой снится цветы. И на ней они появляются. Выставка «Мозаика» продлится до 15 июля. Вход свободный. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.